Друзья, всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вы находитесь в поиске подержанного автомобиля. Купить подержанный автомобиль в нашей стране можно несколькими способами и, пожалуй, самый очевидный это покупка участника. Ведь кто как не собственник машины расскажет вам про нее всю подноготную. Но не спешите. Покупка участника таит в себе некоторые довольно существенные риски и о них в нашем сегодняшнем видео. Досмотрите до конца. Возможно, какая-то информация окажется для вас новой. Первый риск при покупке участника это вариант нарваться на автомобиль в неудовлетворительном техническом состоянии. И вроде бы на первый взгляд риск этот можно минимизировать, если подойти к покупке ответственно, продиагностировать автомобиль и так далее. Но при всем при этом нужно иметь в виду, что далеко не каждый владелец автомобиля будет рассказывать вам о том, что в машине есть некие скрытые проблемы, подчас сулящие дорогостоящее устранение, благодаря которым он и начал продавать свой автомобиль, дабы не вкладывать собственные средства. Имейте в виду, что устранение технических проблем может оказаться гораздо дороже, чем вы рассчитываете. Так, в частности, капитальный ремонт распространенного на Тойотах двигателя 2GRFE объемом 3,5 литра, который ставится в частности на Тойоту Хайлендер, в настоящий момент это более 350 тысяч рублей. Вдумайтесь в эту цифру, даже с учетом стоимости самого автомобиля это очень серьезные деньги. А с учетом того, что частный продавец не дает вам никаких технических гарантий, проверяйте технику особенно тщательно. Первый момент далеко не самый страшный. Пусть и дорого на некоторых моделях, но техника все же делается хуже, если проблема будет находиться в юридическом поле. Прежде всего, при оформлении договора купли-продажи никогда не соглашайтесь указывать там заниженную стоимость, например, 100 или 250 тысяч рублей, покупая машину за миллион-полтора. В случае, если дело дойдет до судебного разбирательства по возврату автомобиля, именно на эту заниженную стоимость вы сможете рассчитывать. И расписки вам здесь, скорее всего, не помогут. Абстрагируясь от возможного злого умысла продавца, в ДКП можно банально допустить ошибку. И в случае, если это произойдет, и ДКП будет содержать неверные сведения или содержать их недостаточно, поставить автомобиль на учет у вас уже, скорее всего, не получится. А исправить договор купли-продажи, особенно если продавец находится в другом регионе, без подделки документов может и не получиться. А подделка документов – это крайне нерекомендуемое дело. Третий большой риск – это возможность нарваться на залоговый автомобиль. Настоятельно рекомендуется перед покупкой машины у частного продавца проверить таковую на предмет залога в банке при помощи специализированных сервисов. Однако имейте в виду, что автомобили, не имеющие ВИН-номера, например, с правосторонним расположением рулевого управления для внутреннего японского рынка, до 2015 года могли вообще не попадать в данный реестр. Поэтому со старыми японцами все же есть риск купить машину, которая будет находиться в залоге у банка, о котором не будет в курсе даже предыдущий владелец. Предыдущие риски были связаны с самим автомобилем, но четвертый фактор – это, пожалуй, уже про самого собственника. Первый момент – постарайтесь не купить автомобиль у лица, который находится в бракоразводном процессе. Впоследствии может выясниться, что вторая половина не давала согласия на продажу совместно нажитого имущества, что выльется в довольно длительный и дорогостоящий для вас судебный процесс, даже если вам удастся доказать добросовестность приобретения. Также не забывайте о распространившейся в последнее время практике личных банкротств. В случае, если человек продал вам автомобиль и впоследствии подал на банкротство, есть риск, что в течение трех лет с момента сделки ее могут признать недействительной. В этом случае, по решению суда, автомобиль у вас изымут, и вы потеряете полную его стоимость. И даже если впоследствии вам удастся в судебном порядке взыскать эти деньги с ответчика, то бишь с продавца, далеко не факт, что вы окажетесь в очереди из кредиторов первым и сможете вернуть их быстро. Ну и пятый риск уже относится к откровенному мошенничеству или китку. В этом случае, при подобной схеме, человек покупает автомобиль у частного продавца, возможно, перекупщика, который имеет при себе дополнительный комплект ключей от автомобиля и брелки от сигнализации. В машину устанавливается GPS-трекер, и когда ничего не подозревающий новоиспеченный владелец приезжает домой, автомобиль остается без присмотра. Машину не то чтобы вскрывают, а открывают штатными ключами, и она уезжает в неизвестном направлении чаще всего впоследствии на разбор. Подведем итог. К рискам покупки автомобиля у частного продавца относится 1. Возможность попасть на неудовлетворительное техническое состояние самого автомобиля. 2. Ошибки при оформлении документов договора купли-продажи. 3. Риск нарваться на залоговый автомобиль. 4. Проблемы, связанные с самим продавцом. Его задолженности, в том числе и судебное, личное банкротство. Или продажа имущества совместно нажитого в браке. Ну и 5. Шанс нарваться на откровенное мошенничество. Так что при покупке поддержанного автомобиля не забывайте прогнать его через диагностику, а также проверить по всем доступным базам. Полезными здесь будут в том числе и базы ГИБДД, и реестр залогов, и такие сервисы, как, например, автотека. Покупка автомобиля – дело ответственное. Помните об этом. А лучше постарайтесь приобретать автомобили в надежных и проверенных местах.